Имея множество мыслей, множество интересных и разумений, и соображений, и каких-то даже мыслей, которым еще предстоит в дальнейшем как-то оформиться, но которым можно было бы так или иначе высказать, чтобы люди их хоть как-то уже осмысляли, чтобы в дальнейшем, может быть, кто-то, в общем-то, подготовился к каким-то выводам, которые я, так или иначе, со временем опубликую, или чтобы, в общем-то, думали о чем-то в эту сторону сами, может быть, даже быстрее, чем я, может быть, даже лучше, чем я, кто-то бы это сделал. Вот можно было бы это все высказывать, но пока, к сожалению, не имею возможности. Поэтому пока публикую труды, в общем-то, труды ученых, труды философов, труды тех, кто, точнее, труды тех понимания мыслей, и кого, в общем-то, пригодится, ну, или для самостоятельного осмысления, осознания каких-то вопросов, или для лучшего понимания того вообще, о чем я говорю. Я критикую сельскохозяйственную тему. Да, критикую ее очень активно, очень так, однозначно, но есть такая штука, что... Есть такая штука, что... Я столкнулся, что люди не знают выбора. Получается... Я общался с человеком и говорю, там, это жалко, там, ковыряться в земле, как червь-ты. Ну, как бы... Когда я критикую тех, кто ковыряются в земле, я тоже прошу это понимать правильно. То есть, если человек осознанно понимает, что он червь, и ни на что больше не способен, склиняется, я, в принципе, был бы рад, если бы такие, как Терешин, вот, занимались сельским хозяйством. И, в общем-то, и от них польза была бы, и у них не было бы времени заниматься ковырянием там, где не надо. Они бы ковырялись в той грязи, в которой нужно, и ковыряние, в которой может принести пользу человечеству. Единственное, что мне жалко, когда я вижу, что какие-то разумные люди, в общем-то, подобные этим же червям ковыряются в земле. Потому что червь ковыряется в земле, это не жалко, это очень неправильно. В общем-то, и дорога, в общем-то, и потеряется в этой, в общем-то, земле, в этой грязи, в этой дыре, в которой червь ковыряется. Туда, в конце концов, туда, в конце концов, ему путь и так дальше. Но, жаль, если разумные какие-то люди, вместо того, чтобы осмыслять будущее, вместо того, чтобы постигать прошлое, знакомиться с, в общем-то, какими-то жемчужинами трудов, философов прошлого. Жаль, что они против времени в земле, как во мне, это недостойное времяпровождение, крайне недостойное. И вот, как бы, у этой темы есть два основных, скажем так, человека, которых я осмысляю, и которых я критикую за их сельскохозяйственность, потому что я был бы рад, чтобы они занялись праведным делом. И вот, один из них высказал такую мысль, что, в общем-то, а, как бы, а почему бы нет? В общем-то, а чем тогда другим, как бы, заниматься? И, то есть, я из этого понял, что многие люди даже не знают, что есть какие-то другие варианты. В общем-то, даже не знают, что... Ну, как бы, не знают, чем им тогда заниматься. И получается, что сельская вот эта грязь, с которой они роются, это, ну, типа, им удобно. Это так, как бы, это так даже хорошо. Они имеют пищу, другим делают пищу. Ни от кого не зависит, типа, то есть, ну, типа, все выглядит благородно. И они не понимают, к чему, тогда я их призываю к безделью, что ли. Просто к тому, чтобы молиться, просто к тому, чтобы, там, не знаю, сидеть и ничего нет. Совершенно не к этому я призываю к высвобождению разума, к, в общем-то, осознанию себя и к дальнейшему сотворчеству. И, в общем-то, для того, чтобы было ясно, что такие пути есть, что были те, кто в эти стороны думали, и, как бы, там даже не нужно что-то такое заново выдумывать. Можно продолжить мысли и осуществить, в общем-то, мысли тех, кто это все разработали уже, в общем-то, достаточно давно. Но просто надо набраться, как бы, силы воли и разума, и сосредоточенности, и вникнуть в это все дело. Поэтому, вот, как вариант, кое-что такое ключевое, в общем-то, публикую. А дальше... А дальше снова уже выбор каждого за каждым. Субтитры создавал DimaTorzok